Белгородские таможенники перекрыли канал контрабанды. В этот раз удалось не допустить в страну 11 тонн украинского сала. КамАЗ, на котором контрабандисты ввезли в Россию товар, попытался скрыться с места преступления. Этот КамАЗ был задержан сотрудниками Белгородской таможни в Шебекинском районе недалеко от границы. Водитель данного транспортного средства скрылся. На товаре отсутствуют какие-либо бирки. По данному факту проводится проверка, решается вопрос по установлению личности водителей. Задержанное сало поместили в холодильнике Шебекинского таможенного поста и пригласили специалистов управления Россельхознадзора. После первичного осмотра необходимо сказать, что шпик свиной на первый взгляд упакован не на каком-то производственном предприятии, а практически вручную. Полиэтиленовые пакеты заклеены скотчем. Какая-либо маркировка отсутствует полностью. Ни одной этикетки я не смог найти. То есть это говорит о том, что происхождение продукции нам неизвестно. Помимо того, что неизвестно происхождение продукта, сало может быть в прямом смысле опасным. Также в связи с тем, что ситуация по африканской чуме свиней имеет распространенный характер, в том числе в европейских странах, таких как Польша, отслеживать такие случаи нужно с вниманием, исключив на 100% наличие вируса. Естественно, эта продукция никаким образом не должна попасть на стол потребителя. Это уже не первый с начала года случай задержания сала и свинины, которые нелегально пытались переправить в Россию из Украины. Вся задержанная продукция, более 120 тонн, была утилизирована. Подобная учить ждет и эту партию. Светлана Запорощенко, Роман Ушатов, пресс-служба управления Россельхознадзора для телерадиокомпании «Мир Белогорье».